Всем привет! Сегодня я хочу показать вам свой Уничтожь меня и еще Уничтожь меня везде, чуть позже. И я хочу сказать, что Уничтожь меня я закончила, но я покажу вам только те развороты, которые нравятся мне самой. То есть, в принципе, мне здесь осталась только обложка, она у меня вот такой растолстевшей, я закончила его целиком, но большинство заданий мне не нравится, поэтому я покажу только те, которые нравятся мне самой. И надеюсь, никто не обидится на меня за это. Давайте начнем. И первое задание, которое мне нравится, это сломай корешок книги. Это реальный корешок, вот он у меня отломан и приклеен вот так, как будто его закусила собака. Дальше разворот про то, чтобы встать сюда и вытереть ноги. И это типа весы электронные, на них написано «хватит жрать». Думаю, это знакомо многим девочкам. Дальше задание «Спродряв эту страницу». Здесь я вдохновлялась Элисой в «Страни чудес». И, кстати, вот это реальные дырочки, в них вставлены бумажные червячки. Просто сзади страничка приклеена, и поэтому этих дырочек сейчас не видно. Дальше задание про толстые и тонкие линии. Мне оно не очень нравится, но все-таки, ладно, неплохо. Дальше задание «Закрась всю страницу». Я здесь нарисовала цветочек из мультика «Красавица и чудовище». Нет, это не маленький принц, как все пишут в комментариях к фотографии. Ну ладно, неважно. Дальше задание «Поскреби тут чем-нибудь острым». Здесь, надеюсь, все узнали, это «Кид Ви Секрет». Люблю этот мультик, мне 20 лет, привет. Дальше задание «Рисуй каракуль, не сдерживай себя». Я его так и не доделала прям до конца, на самом деле. То есть я хотела приклеить что-то еще вот сюда, но в итоге не стала этого делать. И вот девочка из мультика «Дом». Кажется, ее зовут Дар. Это задание разорвать страницу на полоски. И у Мериды немножко странное лицо, но я думаю, мне это простят. А вот эти стрелы, я их придумывала сама. И под ними нарисован ночной лес. Нарисован акрилом. Это была не очень хорошая идея, на самом деле. Потому что все это прилипает теперь. Ну ладно. Идем дальше. Дальше страница «Изрисуй кругами всю страницу». Здесь я нарисовала два венка. И вот здесь еще типа круги на воде. Потому что это венок. Может быть на праздник Ивану купала, не знаю. Дальше была страница «Пожу эту страницу». Если честно, когда я ее выполняла, я думала, что я офигеть какая оригинальная. Но оказалось, что так делают очень многие. И вот так тоже делают очень многие. Но ладно. Дальше было задание про вырезать... Как же оно звучало? В общем, вырезать какой-то кулек из этого и выпить из него. И вот. Вот я из него выпила, приклеила его как колпак к этой обезьяне. А здесь должен был быть торт, типа на тарелке, и надпись «Без торта жизнь пустота». Но вот с тортом как-то так и не срослось, и вот эта тарелка порвалась. Ну, жизнь боль. Так, дальше листываем. Вот. Одна из моих любимых страниц. «Засыпь страницу компостом». Правда, я не учла, что когда я ее делала, он у меня еще не был такой толстый, и потом он развалился, и осталась некрасивая белая полоса. Я не считала, сколько здесь стразов на самом деле, но они получились. Получилось, что их очень много, они красиво блестят, и сюда ушло полтора тюбика клея «Момент», если это кому-то интересно, конечно. Дальше задание «Нарисую что-то отвратительное». Сразу говорю, я люблю этот мультик, но вот «Червячок» у Эмили в глазу отвратительный. Следующее, что я вам покажу, это тоже одно из моих любимых заданий. Это задание «Захвати блокнот в душ». И, в общем, я нарисовала этого осьминога, который держит в щупальцах блокнот. И когда я выложила это, одна девочка в группе предложила мне дописать в душу океана. И я так и сделала. Если ты сейчас смотришь, то привет тебе, спасибо еще раз за твое дополнение к моей идее. Дальше. Вот эта страница, она мне тоже не особо нравится, но ладно. В общем, это страница про почтовые марки, и мне нужно было рисовать это не акрилом, а маркерами, как я обычно делаю. Такой вот чемоданчик с этикетками и письмо с марками. Да, дальше я вам покажу вот такую страницу, которую еще никто не видел. Сделаю этим блокнотом что-то внезапное и разрушительное. И кто помнит, это «Гремучая Ива» из «Гарри Поттера». Да. Дальше кривая Элма Уотсон в образе Гермионы, но... В общем, пока я рисовала, я не видела этой кривизны. Давайте, вы тоже как будто ее не видели, и все получилось хорошо. Вот эта идея, она мне вообще очень нравится, и она нравится не только мне, а еще одному блогеру. Вы знаете, о ком я. И это не очень хорошо. Вот эти ярлычки, они все крутятся. Дальше задание «Напиши фигню немедленно». В моем случае медленно. Привет любителям Зверополиса. Потом задание «Приклей что-нибудь». Все, что найдешь дома на улице или где-то еще. Я нашла дома овес, стразы, посыпку для пирожных, полубусины, пайетки, блестки и даже бисер. Дальше то, что я вам покажу в задании «Вымещай свою злость на этой странице». Я люблю Хелену Боном Картер, и этим все объясняется. Дальше было задание «Напиши наоборот». Я не очень довольна вот этим лицом, вот этим носом особенно, такой шнобель неудачный, но в принципе неплохо. Вот это задание я вообще люблю, зафиксирую ход истории, и оно разлетелось уже по всему интернету. Я взяла кучу срисовок. Ну ладно. Нарисую разноцветные пятна в ячейках. Кто-нибудь еще любит хранить леснов? Надеюсь, что да. Пасхальный кролик оттуда. Потом вот такая девочка из клипа «Се щандали». Не знаю, не поправляйте меня в комментариях, я знаю, что произнесла это неправильно. Но задание «Разрисую эту страницу сверху и по краям». Потом то, с чего я начинала блокнот «Придумай способ прикрепить эти две странички друг к другу». Это было первое задание, которое я здесь выполнила. И, кстати, я была уверена, что я очень оригинально, пока не увидела такую же картинку на тамблере. Ну, не такую же, она была выполнена хуже, и там не было фона. Но, в общем, получилось, что моя идея совпала с уже существующей, и это очень обидно. Дальше задание «Спрячь страницу в саду соседа». Я ее переделала, как «Спрячь в аду соседа». Привет всем, кто любит своих соседей. И, да, больше я вам ничего от себя не покажу. Теперь давайте посмотрим другой уничтоженный. И вот мы уничтожили меня везде. Здесь я его еще не доделала, но он у меня уже достаточно толстенький, не закрывается практически. И я вам покажу, в принципе, практически все задания сделаны. Просто некоторые мне опять-таки не нравятся. Ну, ладно. В общем, это задание про салфетку из кафе, на обороте которой нужно написать секрет. Салфетки, к сожалению, не из кафе, но секреты там написаны. Так что не волнуйтесь, все нормально. Здесь задание «Придумай собственный момент уничтожения». И это стало моим любимым заданием в этом блокноте. Я, в общем, сделала вот такие штуки. Это как косички, дреды, не знаю, для гривы льва. И я их плела из ниток мулине, прицепляла к ним бусины. И некоторые из них приклеены, а некоторые здесь с обратной стороны страницы. Видите, что они прошиты или продырявлены страницы, и они вставлены. В общем, вот такая грива получилась. И вот это настоящий пирсинг ухи льва. Так, идем дальше. Дальше у нас задание «Проткни эту страницу чем-нибудь, что нашел на улице и привез из своих путешествий». И я сделала вот такую сову. И вот такие вот дупла, деревья с дуплами в лесу. Дальше страница «Засыпь эту страницу компостом». Я не стала париться, просто нарисовала здесь такие дудлинговые цветочки. Вот. Дальше опять придумай свой собственный метод уничтожения. И здесь я сделала вот такой вот пирсинг к жирафу. Это «Братцы». Надеюсь, вы знаете, что это такое. Но если нет, то это такие объемные элементы с ножками сзади, которые прокалывают страницу. И, в общем, у него вот такие серьги в ухе. И вот здесь посыпка. В этом и есть метод уничтожения, да, на самом деле. Дальше еще один «Придумай свой собственный метод уничтожения». Здесь я приклеила настоящие перья на вот такую сову. Дальше задание «Разисовь страницу дуроли». Мне нравится, как я уже поняла. Здесь не так уж много дурлов. Вот этих вот. Но зато обезьяна получилась достаточно прикольной. Это у нее типа дреды. Я помешана на этой теме, да. Опять задание «Придумай собственный метод уничтожения». Оно мне не нравится. По-моему, оно было одним из первых в этом блокноте. Но, в общем, здесь метод уничтожения вот в этом пирсинге. Вот это все проколы в ушах, в брови, в носу и вот тут. Дальше задание «Прилепить что-нибудь липкое». Сюда я приклеивала бронеладных мишек, но потом я их отклеила. Не спрашивайте, зачем. И потом приклею сюда, наверное, маленькие льдинцы какие-нибудь. Вот это сердечко на ошейнике тоже настоящее. Это задание «Приклей мелкие штуковины». Сделай это во время прогулки. И вот здесь я нарисовала такую русалку. И на ней приклеена куча всяких ракушек, полубусинок, блесточек, стразиков. Все, как я люблю. Дальше задание «Размашь что-нибудь очень яркое по этой странице». Это очень яркая флуоресцентная краска. И очень дешевая при этом. И очень плохая по качеству, но главное, что очень яркая. Куча дудлов. Здесь задание «Украсть эту страницу листьями, которые сможешь найти». Немножко упоротая лиса, такая безысходная. Видите эти глаза, да? Видите? С венком из настоящих листьев, которые уже сухие и скоро отвалятся, наверное. Не знаю. Задание «Собирай здесь мертвых жучков». И я не стала приклеивать настоящих жучков, но вот нарисовала вот таких бабочек. Здесь живых, а здесь уже мертвых. Дальше задание «Сделай эту страницу черной». Я нарисовала вот такого ворона. Ну, на самом деле, это была последняя черная краска, которая у меня была. То есть тюбик кончался. Я выдавливала его, разрезала, мазала как могла. И, в общем, именно поэтому я сделала эту страницу не полностью черной. Ладно. Опять придумаю свой собственный метод уничтожения. Я приклеила сюда настоящие шестеренки, которые я заказывала с Алиэкспресс. И в этом и есть метод уничтожения. Здесь типа природный тигр, и он же механизированный. Что я несу? Здесь задание укра... А, использую эту страницу, чтобы разместить травинки, которые сможешь найти. Как-то так, не знаю. В общем, здесь вот такой медведь с повязкой. Эти повязка и бусинки все настоящее, объемное. Листья тоже объемные. Травинки, точнее. Да, и этот медведь мне нравится. Дальше снова придумаю свой собственный метод уничтожения. Как вы видите, я опять вдохновлялась Алисой в стране чудес. И вот эти часики, замочная скважина, настоящие. Потом вот это сделано из кусочка кружев, этот воротник. И вот эта пуговица, это опять прокол на странице. Так что вот. Здесь задание. Пока чего-нибудь ждешь. Еды, самолета, прибытие друга. Составь список, все, что видишь. И я ждала, пока с торрента скачается в Зверополис. И вот я написала, что я вижу хитрого лиса, глупую зайку, ну и так далее. Вы знаете. Дальше задание. Вырежи эти значки, оставь их в общественном месте, чтобы другие люди могли их уничтожить. Я вырезала два значка. Остальные два превратила в колодцы. И вот просунула сюда вот такого крокодила. Опять придумаю собственный метод уничтожения. Видите, я все заклеила блестками, стразами, которые отваливаются в самый неподходящий момент. И в этом и есть метод уничтожения, чтобы всю эту страницу забить пайетками. Журнал «Пятен». Это, кстати, реальные ягодные пятна. Просто сюда добавлено чуть-чуть акварели, только для яркости и чтобы оно не прилипало. Ну а здесь я нарисовала те самые ягоды, которыми я оставляла пятна. И на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Но только если досмотрели, а не перематывали. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok